Эти деньги работодатель может платить работникам на льготных для себя условиях, без выплаты социального налога. Цель такого послабления – мотивировать работодателей компенсировать первые дни больничного листа и беречь тем самым здоровье работников. Ведь работодатель обязан оплачивать больничный только с четвертого дня, а потом с девятого дня оплату берет на себя больничная касса. Изменения в законе не обязывают владельцев фирм платить эти деньги работнику, а лишь дают на это разрешение. Дальше все зависит уже от доброй воли работодателей. Теперь профсоюзы хотят узнать у работников, воспользовалось ли их предприятие подобной возможностью. Мы уже сегодня знаем, что есть очень много таких хороших фирм, где это действительно сделано и работает красиво. Пока мы еще собираем таких примеров, но у нас будет и второй такой раунд. Тогда мы будем уже забирать тех, которые не компенсируют. Профсоюзы хотят отметить не только образцово-показательные фирмы, но и на упомянутом втором этапе выявить тех работодателей, которые, несмотря на предоставленные налоговые льготы и настоятельные просьбы профсоюзов и политиков, по-прежнему не оплачивают второй и третий день больничного. И что примечательно, в числе таких работодателей есть и государственные учреждения. Например, железнодорога, есть и Эльрон, и все остальные фирмы отказались прямо, что они не будут. Мы знаем, что в то же время, например, университеты, некоторые платят, некоторые, скажем, постамет не платят, а полиции платят. Так что у государства тоже надо напомнить, что это надо делать, без этого никак. И надо все-таки показать примеры частным фирмам. Как отметил глава Центрального союза профсоюзов, по итогам опросов станет ясно, работает ли такая система добровольной оплаты и налоговых льгот. И если окажется, что тех фирм, кто оплачивает своим работникам второй и третий день больничного, много, это хорошо. Но если примерных компаний окажется мало, причем среди них будет значительная часть государственных, значит, система не работает. И профсоюзы будут вынуждены вновь обратиться к правительству и, возможно, даже призвать рассмотреть варианты обязательной оплаты первых дней больничного листа. И это вполне логично, ведь по обнародованным на этой неделе данным портала трудоустройства, почти 70% работников по всей стране приходят на работу в плохом самочувствии, чтобы не терять в зарплате.